Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и да, давненько не было таких видосиков, но буду исправляться. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о самом главном эксклюзиве иксбокса в этом году под названием Старфилд. Да, наконец-таки многострадальный проект, который должен был выйти еще в прошлом году, ушел на золото, с чем мы можем его и поздравить. Аплодисменты, да, иксбокс красавцы, иксбокс победа. Угу. Игра есть, что выйдет уже на следующей неделе, да, так быстро идет время, но проблема заключается в том, что исходя из той информации, которую нам предоставили по игре, сейчас мало кто вообще понимает, какой игра выйдет в итоге. Вот, из-за этого сейчас, даже по сей день, сталкиваются с неким хейтом и морем критики. И сегодня мы об этом поговорим, поэтому не забывайте ставить лайсы, подписаться на канал, чтобы помочь добить отметку в 150к, и обязательно пишите свое мнение на этот счет, как по-вашему выйдет Старфилд хорошо или плохо. Начнем с того, что Старфилд поистине грандиозный проект, который уже давно наводит шуму, поскольку это все-таки проект беседки, легендарного Тодда Города, который до сих пор всем пытается продать Карим по пятому разу. Нет, ну Реал, купите с Карим, чувак, как лохи-то, а? Ну и все-таки стоит отдать должное, что этот проект выходит эксклюзивно для консоли Xbox, поэтому о игре нельзя не говорить. Несмотря на все это, у проекта идет не все так гладко, как хотелось бы, поскольку проект многообещающий и многоожидаемый все-таки. Понятное дело, что голодные игроки, особенно игроки Xbox, которые уже давно сидят без действительно годных хайповых проектов, ждут его с нетерпением. Отчасти образуются вот эти все надежды и ожидания, которые сами же игроки себе напридумывали и которые могут тупо не оправдаться. Я не знаю почему, но беседка Xbox сами почему-то не пиарят проект, не говорят о нем. И я из-за этого прекрасно понимаю игроков, которые в то же время ждут эту игру с нестерпением, да, потому что они верны Тодду Говарду, они верят в его успех и супер мяка-задумку. И в то же время я понимаю игроков, которые не ждут этот проект и, так скажем, сомневаются, потому что Xbox нам неоднократно показывал проекты, которые вы хотели такие себе. Единственное, что сделали Фил и его команда, так это показали тизер-трейлер, показали такой себе геймплей, после которого Starfield перенесли на год. Потом они показали и сделали нормальную презентацию геймплея, после которого реально захотелось поиграть в Starfield. Они сделали чехол для Xbox, слили, кстати, недавно 40-минутный геймплей в сеть, его можно посмотреть, да, как бы его удалили, но все равно вы можете его найти. Конечно, там съемка вертикальная на телефон, но все-таки можно как-то посмотреть на игру, особенно первоначальный 40 минут. А, да, а еще они выпустили вот такой прекрасный контроллер в стиле Starfield для Xbox. Кстати, за него хочу сказать спасибо админу GPX Телеги, обязательно подписывайтесь на него, команда 1138, да этот геймпад он мне подарил на днюху, реально классно выглядит. Вообще сейчас с геймпадом от Xbox реально актуальный вопрос, а какой взять, поскольку выбора много, да и ценники в последнее время на них выросли. Ну а что если я вам скажу, что некоторые геймпады и аксессуары для вашей консоли можно брать еще дешевле при помощи такого сервиса как Ubuy. Ubuy является универсальным агентом по покупке и доставке товаров на Taobao или 1688, который существует уже 15 лет и с помощью которого вы можете заказывать товары дешевле, чем на Алиэкспресс. Вот, к примеру, вам три аксессуара. Всех их можно заказать как раз таки через Ubuy, поскольку он является неким посредником, который предлагает большой выбор способов доставки, которые бывают даже дешевле и быстрее, чем на Алиэкспресс. К примеру, можно отправить посылку через CSE или SD, что реально удобно. А также сервис предлагает большой выбор платежных систем, через которые можно сделать оплату. Например, Union Play, рублевый перевод или даже Kiwi. И поскольку сервис исполняется 15 лет, то для тех, кто хочет сэкономить еще больше, они выпускают карту Plus с разным сроком действия стоимостью от 1 доллара США. При помощи карты можно пользоваться ежемесячными купонами, тройными баллами за доставку и самый главный плюс, что за обслуживание данной карты ничего платить не надо. В общем, если хотите сэкономить, пользуйтесь. Всем, кто зарегистрируется по моей ссылке в описании, получит на сервис 60 долларов. Поэтому, если хочешь что-нибудь заказать, то экономь на сервисе Ubuy. Все подробности в описании под видео. Сори, что мы немножко отошли от темы, но все, что было показано по стайфлу, честно говоря, это мало для игры беседки, поскольку игры от нее, они намного глубже. И крайне сложно в трейлерах или в чем-либо рассказать, насколько классна эта игра, особенно тогда, когда их не особо много. Насколько мне известно, игры от беседки всегда фигово пиарились и крайне сложно отрекламить игру с новым IP, это я прекрасно отдаю себе отчет. Но от всего этого и возникает куча разных мнений, как и положительных, так и не очень, поскольку все-таки имеется игровой опыт, который нас может привести к какому-то умозаключению о том, какая игра скорее всего будет. Несмотря на то, что игры еще нет, по факту у нее уже есть две явных проблемы, которые будут работать как говно на вентилятор, правда. Первая такая проблема это отсутствие русской локализации. Да, понятное дело, что это в большинстве своем это проблема для СНГ и многие из-за этого пропустят данную игру, ибо в ней без понимания того, что тебе нужно и что от тебя хотят, будет крайне сложно получить удовольствие. И в таких ситуациях тебе нужно будет либо хорошее знание английского, либо просто русские субтитры, но у многих нет и не того, и не того. Кстати, существует все-таки шанс, что в Старфилде завезут когда-то русский язык, да, поскольку в беседке уже ищется человек, который будет отвечать за локализацию. Правда, по-моему, он будет заниматься корейским и арабским языком, но все-таки есть шанс того, что когда-нибудь доберется это все и до русского языка, поэтому русский язык может оказаться действительно в планах. Но я считаю, что это омега проеб руководство, поскольку Xbox, по-моему, неоднократно заявляли, что у него очень большие планы на Старфилд, поскольку это все-таки ключевой эксклюзив в этом году. Он должен побудить в покупке как и консоли, так и подписки и отрезать намеренно часть аудитории, которая могла бы как бы принести копеечку, и это очень странно. То есть сейчас какая ситуация? Локализации нет, они там с барского плеча ее там может быть когда-нибудь завезут, но проблема в том, что хайп игры пройдет. И в целом они, ну не знаю, пусть не удивляются, что об игре никто не говорит. Поэтому на мой взгляд, если ты хочешь действительно какого-то омега хайпа, да, не знаю, как можно больше хватить игроков, ну сделай ты нормальную локализацию. Все-таки, не знаю, Microsoft это не инди-студия, хотя может и инди фиг его знает, вечно денег не хватает на локализацию. Вторая проблема это 30 FPS. На самом деле я считаю эту проблему довольно-таки спорной. По факту игроки крайне правы в своем негодовании, что на самой мощной консоли, которая является эксклюзивной платформой для этого проекта, каким-то фигом будет идти максимум 30 кадров, и 60 FPS там не планируется вообще. Но в то же время я крайне согласен с тем, что 30 FPS это не помеха к тому, чтобы получить от игры удовольствие. Просто, чтобы вы понимали мою мысль, да, я тоже недоволен, что у игроков не будет выбора между 60 или 30 FPS, и в целом за счет такой ситуации маркетинг самой мощной консоли в мире немного обнуляется. Но взять, к примеру, говну Redfall, которая работает с 30 кадров, завезя оттуда 60 FPS на старте, то интереснее игра от этого не станет, и желание больше в нее играть не появилось бы. Поэтому я считаю, что в этом случае важна именно сама игра в целом, насколько она будет себя интересно удерживать, насколько будет в нее приятно играть, но об этом сложно сделать вывод сейчас, поскольку игра еще не вышла. Но помимо этого, многие скептически еще относятся к технической составляющей, и речь сейчас не о производительности. Вы, вероятнее всего, она слышала о том, какие игры делают беседки, и она не славится идеально сделанными играми, поскольку там просто море багов. Тут ходит совершенно разное мнение, почему это происходит, возможно, от того, что они все еще юзают тот самый устаревший движок, а возможно, от того, что игры беседки, они не такие простые, и просчитать все то, что произойдет в игре после того, как ты там, не знаю, оставишь какой-нибудь бутерброд на какой-нибудь скале, крайне сложно. И, исходя из большого опыта, даже фанаты беседки, они попросту не верят, что в Старфилде не будет бага. Даже есть такое мнение, что если в игре не будет багов, значит с игрой явно что-то не так, и эта игра не от беседки. Кстати, один из челиков, который уже наиграл 15 плюс часто в Старфилде, уверяет, что он не словил ни одного бага, что звучит крайне подозрительно. Напомню, что недавно произошел вертикальный слив геймплея на 40 минут, и, честно говоря, из тех кадров, которые я увидел, я скажу, что игра выглядит бодро, прикольно, и, ну, те самые 30 кадров, они не считают какой-то кринж. Я понимаю, что это все-таки геймплей, записанный вертикально с телефона в плохом качестве, да, и это немножко не тот опыт, когда ты играет, но в целом, да, действительно данный ролик подтверждает, что в Старфилде нету никаких багов. Конечно, может быть, это, я не знаю, рекламный записанный какой-нибудь геймплей, но в целом, ну, немножко этому верится. Но, как по мне, баги, они действительно могут помешать насладиться игрой, как это было, например, с Киберпанком, да, люди проходили, да, кто-то смог получить удовольствие сквозь все эти слезы, но в каких-то случаях играть было просто невозможно, поэтому многие выбирали просто подождать, пока это все исправят. Но, сразу скажу, что в таких масштабных играх, как правило, это не исправляет быстро и полностью, и да, в том же Кибере до сих пор так нормально багов, да. Но, больше всего в этой истории меня поражают доебы и намеренный хейт данной игры, который хрен знает зачем вообще делается. К примеру, в интернете уже образовались челики, которые намеренно будут рушить рейтинг игры беседки при помощи множества заведенных аккаунтов. Какой-то челик собирается завести аж тысячу новых аккаунтов, чтобы обрушить рейтинг, ну и, конечно же, не обошлось без сторонников, которые поддержали этот движ. Объясняют они свои действия тем, что они якобы восстанавливают баланс в бомбинге, поскольку, по их словам, фанаты Xbox делают точно так же на эксклюзивы Sony. Я, если честно, никогда этого не понимал и не понимаю до сих пор, зачем вообще в целом это делать. И почему у игроков возникает, ну, не знаю, какая-то ненависть, какая-то, не знаю, обида, какая-то злость на ту или иную игру. Я прекрасно понимаю то самое чувство, когда, например, игра не выходит на твою любимую платформу, как это было однажды со спайдерменом, который выходил всегда, а вдруг он не вышел, да, и вышел только на плак 4. Но, в целом, у меня никогда не возникало желания как-то засрать рейтинг данной игры, а у меня просто возникало больше желания поиграть в эту игру, потому что для меня она недоступна. И даже если, например, я играю в игру и ее там кто-то засирает, то в целом мне на это глубоко пофигу, потому что от игры я все равно получаю удовольствие. То есть оценки, они, по сути, ни на что не влияют, кроме, наверное, как на тех людей, которые хотят поиграть в игру в будущем, да, и посмотрев на оценки, они могут в нее не поиграть. Но кому от этого лучше? Поэтому, на мой взгляд, для адекватных игроков, которые понимают, хочется им играть в эту игру или нет, то такие вот, не знаю, отзывы, да, рейтинги, это просто пших в воздух. А люди, которые это делают, ну, либо они умственно отсталые, либо фанбои. Ну, в целом, это практически одно и то же. Но больше всего меня поразил даёб до внимания стартового экрана. Да, он уже просочился в сети, честно говоря, он не особо классный, это правда, но по нему уже произошла шумиха, где немножко закусились даже разработчики. И один из ветеранов Blizzard высказался по этому поводу, сказав, что такой невзрачный стартовый экран говорит о двух вещах. Либо очень трудолюбивая команда зашивается от дедлайнов и ничего не успевает, либо этой команде попросту все равно на качество продукта. Ну, с его слов понятно, что для него стартовый экран это некая визитная карточка проекта, некая масхевная фича, некая обложка, которая капец как важна. Доля, правда, тут действительно есть, но на мой взгляд, подъёвывать беседку было лишним, ибо стартовый экран для многих ровным счетом ничего не означает, и это никак не влияет на игровой процесс в целом. И если вдруг вы захотите поспорить в комментариях, что стартовый экран действительно важен, то хочу сказать, что в GTA 5 его вообще нет. Да, ну, просто живите с этим. На сегодняшний момент Starfield остаётся проектом под всё ещё большим вопросом. Это опять же связано из-за репутации беседки и качеством контроля подразделения Xbox. И поверьте мне, перенос игры на целый год может ровно ничего не означать, и ещё может быть такое, что игру будут хвалить вначале, у неё будут нормальные оценки, но ситуация на личном опыте может оказаться куда плачевнее, чем о ней говорят до выхода игры. Несмотря на то, что я не фанат игр беседки, в целом меня Starfield не привлекает как проект, за который я хочу заплатить деньги, как проект, в который я не с терпением хочу поиграть, честно говоря, я хотел бы, чтобы Starfield всё-таки вышел хорошей игрой, и все вот эти вот надежды у игроков, которые верят в Тодо Говарда беседку, они оправдались. Поскольку, ну, всё-таки очень много надежд на этот проект возлагают, и, если честно, мне будет мега обидно смотреть на чуваков, которые во всё это верили и их опять обманули. Но самое главное в этой ситуации, это то, что Starfield является неким ключевым событием, которое либо похоронит нашу надежду на классные игры от новых студий навсегда, и убьёт репутации и Тодо Говарда, и Фила Спенсера, либо, наоборот, немножко сбуламутит игровую индустрию, да, и за счёт этого проекта мы опять начнём верить в Xbox и Фила Спенсера. Как будет на самом деле, пока не ясно, но увидим уже на следующей неделе, поэтому следите за событиями, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что там по-любому будут отзывы, обзоры данной игры. Вот, а на этом у меня всё, большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать своё мнение в комментариях, и большое спасибо за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok